На улице Мичурина в Краскове завершается строительство школы на 1100 мест. Какие работы выполняют на данном этапе и как проходит благоустройство прилегающих территорий, узнал Богдан Колесников. Мы планируем вестись в августе и податься на ЗОС в июле. Фактически самые основные работы – это комплектация. Облицовка фасада и благоустройство пришкольной территории на финальной стадии. По периметру здания установили скамейки, малые архитектурные формы и площадки для подвижных игр. Рабочие высаживают деревья и кустарники. Готово к эксплуатации и спортивное ядро, состоящее из баскетбольной и волейбольной площадок, поле для игры в мини-футбол, беговой дорожки, полосы препятствий и зоны воркаута. Масштабные работы идут и внутри здания. На первом этаже – гардеробная, столовая с цехом для приготовления пищи, актовый и два спортивных зала, учебные классы. Рабочие проводят чистовую отделку в кабинетах и коридорах. Уже в августе их оснастят мебелью и оборудованием. Рядом со школой находится детский сад. Его тоже ждёт преображение. У нас в доме растут, если только тут покраска. Да, да. Ну, примерно. То есть, мы того занят. Со школы играли. Также здесь демонтируют старый бетонный забор, благодаря чему увеличится рекреационная зона. К концу лета завершат работы и поблагоустройство пешеходной зоны со стороны посёлка КСЗ. Отсюда начинается тротуар. Тротуар. Дорог не будет, будут ещё полусферы такие, по которым проехать невозможно и так далее. Ширина тротуара стандартная – 2 метра. Почему? Потому что зимой такие объёмы руками не убрать. Строим здесь развитую пешеходную сетку, пользуемся существующими тропами, стараемся обеспечить сохранность всех деревьев, которые сейчас есть в этом перелеске. Обеспечиваем торшерное освещение и создаём парковое пространство. Здесь в данный момент проходят работы по благоустройству, для того, чтобы была оборудована тропиночная сеть подхода к новой школе. Школа долгожданная, ждут её все ученики наших школ 56-й, 55-й. Задача наша состоит в том, чтобы объект был открыт, и к нему были безопасные для детей и удобные подходы. Вход будет и отсюда, с КСЗ, и второй вход будет организован со стороны больницы, между детским садом. Мы сейчас также там проводим работы. Всего в городском округе Люберцы к началу нового учебного года откроют четыре новые школы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.